К осмысленности, к целенаправленности собственного мышления. И этот переход – это вовсе не такая простая задача, как кажется. Потому что это вопросы, которые мы должны задать себе. Вопросы, которые позволяют нам открыть действительный смысл нас самих. Потому что мы – это те люди, с которыми мы взаимодействуем. Почему мы взаимодействуем именно с ними? Почему мы считаем их важными для себя? Работа, действия, которые вы совершаете, увлечение, которое у вас есть. Вы тоже делаете почему-то. Осознаёте ли вы истинные причины, почему вы этим занялись? Почему это было важно вашему мозгу? Наконец, мысли. Почему вы думаете те мысли, которые вы думаете? Кто-то, может быть, у него там религиозный дискурс, у кого-то там какой-то научный дискурс, кто-то там социальную справедливость, понимаете, везде пытается найти. Почему вы думаете именно эти мысли, когда вы могли бы думать что-то другое? То, что мы должны сейчас делать, это задать вопросы к собственной жизни. Но это не собственная жизнь, это не какое-то абстрактное существо. Это люди, с которыми вы взаимодействуете, это дела, которые вы делаете, и это мысли, которые вы думаете. И когда вы услышите этот важный вопрос, который имеет вот этот вот смысловой заряд, зачем я взаимодействую с этим человеком, каким образом, какие я потребности удовлетворяю таким образом, почему я делаю именно это дело, почему я не делаю другое, хотя оно кажется мне более интересным. Зачем я думаю именно эти мысли? Что это мне даёт? Что мне даёт эта умственная жвачка, там, сострадание к самому себе, например? Или ощущение, что меня не понимают, не поддерживают? Это же... Спасибо.